Посылками ходила, с письмами, с газетами. Снизу забора закидывала, сверху закидывала. Вообще не боялась вируса. То, что мне суждено, то и случится. Если суждено так умереть, то так умру. Всевышний нас не бросает. Эти пенсионерки из села Унсукуль, кажется, нашли своё призвание. Не доставляют корреспонденцию в самые отдалённые места своего села. Почти каждый день пешком. Ни годы им не страшны, ни плохие дороги, ни приличные расстояния. Каждая посылка обязательно дойдёт до отресата. Разве возраст – повод бросить любимое и очень ответственное дело? Даже если бывает мало посылок, приходится всё равно идти на далёкие расстояния, чтобы их доставить. Порой бывает тяжело. Но что делать? Наша ведь работа. Надо выполнять её. Заказные, от судебных приставов бывают срочные письма, которые нельзя не доставить. И даже во время пандемии, когда все сидели дома, они продолжали работать и выполнять свои обязанности со всей ответственностью и любовью, находясь практически на передовой вместе с врачами. Ни один день мы дома не сидели. Ходили на работу. Шестидневку. Субботу работали. Но на зарплату это вообще никак не повлияло. Как медикам, даже если не выписывают премии, хотя бы немного оценили бы нашу работу. На Унцукульской почте трудятся четыре бабушки, молодые душой. Кто-то был до этого бухгалтером, кто-то продавцом. Но душа предпочла профессию почтальона. Но здесь каждая из них нашла именно свое призвание. К тому же в компании друг друга работа становится вдвойне приятным занятием. Очень интересная работа. Оставить не получается. Я раньше бухгалтером работала, но больше понравилась работа почтальона.